В стране началась диспансеризация всего взрослого населения. И Слободской она не обойдет стороной. Уже сейчас определенные возрастные категории бесплатно могут пройти необходимые обследования в рамках данной программы Минздрава. Мы в 2013 году можем проводить диспансеризацию той группе населения, которым исполняется определенный возраст. 21, 24, 27, 30, то есть плюс 3 года и до 99 лет. Данная диспансеризация состоит из двух этапов. Первый этап включает в себя как раз лабораторное и инструментальное исследование, а также осмотр терапевтом и осмотр неврологом некоторых возрастных групп. Второй этап диспансеризации как раз включает в себя осмотр узкими специалистами, как раз по выявленным заболеваниям, которые мы выявляем на первом этапе диспансеризации. Если у человека выявлены нарушения зрения, его направят на осмотр офтальмолога. Если участковый терапевт обнаружит нарушение сердечно-сосудистой системы, гражданин сможет обследоваться у кардиолога. Многое зависит от результатов первого этапа диспансеризации. Диспансеризация в первую очередь направлена на раннее выявление социально значимых заболеваний и на выявление факторов риска, приводящих к развитию данных заболеваний. Это в первую очередь онкология, заболевания сердца, сосудов, заболевания легких, в том числе и заболевания туберкулеза. При прохождении диспансеризации гражданину выдается специальный пакет документов. В первую очередь предстоит заполнить анкету. Для женщин вопросники 40 вопросов, для мужчин 43. Затем с маршрутной картой гражданин отправляется к терапевту и на анализы. Указываются даты прохождения всех исследований и подписи докторов или медицинских работников, которые данные исследования проводили. Сюда также подклеиваются все анализы, которые сдает гражданин. На руки выдается паспорт здоровья гражданину после прохождения данной диспансеризации, где указаны основные диагнозы, основные показатели, которые у него были в 2013 году. Он его хранит и в перспективе на следующий год он уже идет с этим паспортом здоровья на профилактический медицинский осмотр. Диспансеризация будет проводиться один раз в три года. Тот, кто не попадает в указанные возрастные категории, бесплатно может пройти профилактический осмотр. Среди взрослого населения он проводится один раз в два года и носит не такой углубленный характер. Там идет только так называемое скрининговое обследование, включает в себя только забор анализов, флюорографию, маммографию. Это просто как обследование идет на состояние здоровья, на группу здоровья. Попадаете вы или нет в возрастную группу диспансеризации 2013, в течение трех лет каждый взрослый человек может и должен пройти данное обследование. Прежде всего для себя. Слободские медики готовы вас принять. Для этого нужно обратиться по месту медицинского обслуживания на прием к врачу-терапевту или в отделение профилактики в 40-й кабинет поликлиники. Информацию можно получить по телефону 9-46-76. Продолжение следует...